И в продолжении темы образования. Очередное исследование в ЦОМ показало, что большинство родителей заинтересованы, чтобы в курс основной школьной программы были включены дополнительные уроки по правилам дорожного движения, основам военной подготовки и финансовой грамотности. Открытым остается вопрос о том, где взять время для дополнительных предметов. Чаще всего предлагают пожертвовать часами, отведенными на музыку и ИЗО. Большинство опрошенных считают, что детей нужно прежде всего учить разбираться и решать актуальные вопросы, которые, скорее всего, пригодятся во взрослой жизни. Предметы, направленные на воспитание духовности и нравственности, оказались в числе аутсайдеров. Мы провели собственный опрос. Наши корреспонденты спросили волгоградцев, что они думают по поводу замены традиционных предметов ИЗО и музыки на урок, допустим, правил дорожного движения. За правила дорожного движения, это прям даже я за. А вот на ОБЖ этого не дают? Ну, например, в моей школе этого не давали. Я считаю, нужно. Только не надо загружать людей лишними заданиями. Главное, чтобы бюджету не мешало. Отношусь к этому отрицательно, потому что я считаю, за счет других уроков не следует преподавать этот предмет. Правила дорожного движения, это, конечно, очень хорошо, но это такое общее понятие основ безопасности жизнедеятельности. Конечно, в УСЕРП предметам основным, которые развивают детей, обучают и учат их чему-то, но этого делать нельзя. Я не считаю это важным, потому что эта работа ведется на уроках ОБЖ и на дополнительном внеурочном образовании, воспитательном процессе. Этого достаточно, на мой взгляд. Ну, я отношусь, что в основном должны, ну, как преподавать в дорожном транспорте, ну, как у них преподают ОБЖ. Вот. А так вот, по сути, родители должны все равно говорить детям своим, и как бы за руку маленьких, и так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова